Мира без освобождения Крыма не достичь. Это твердая позиция Украины и многих ее партнеров. В Крыму все чаще раздаются взрывы на военных объектах. А 17 июля вновь поврежден Керченский мост, с помощью которого россияне перебрасывают на территорию полуострова и оккупированных частей Херсонской и Запорожской областей военную технику. Благодаря этому мосту русские превратили Крым в такой хаб и место, где разместили десятки современных ракетно-зенитных комплексов, восстановили и разместили сотни летательных аппаратов, в том числе современные военные самолеты. И именно из Крыма, оккупированного Россией, тремя колоннами началось вторжение российских войск на юге Украины. В Черном море у берегов Крыма Россия развернула мощную корабельную группировку. Держит в том числе ракетоносители, которые регулярно используют для нанесения ударов по Украине. Но контроль Москвы над оккупированным полуостровом и прибережными зонами это угроза не только для Украины, но и для всех стран Черноморского региона. Страны Черноморского региона, страны НАТО должны иметь стратегическое видение в Черном море, ведь оно отсутствует. На сегодняшний день есть частичные стратегические документы, которые очень косвенно покрывают визионно этот регион. А без безопасности в этом регионе не может быть общей региональной архитектуры безопасности. Российские дрифтующие мины уже добирались до берегов Румынии, Турции и Болгарии. Через Черное море Москва экспортируют энергоресурсы в обход санкций. Кроме того, Россия в очередной раз сорвала работу зерновой инициативы, которую, к слову, согласовали как временное решение. Опять же из-за того, что российские войска захватили часть портовых городов Украины и заблокировали торговлю украинским зерном. Мы все прекрасно знаем, как отреагировал президент России на недавние события и в рамках деоккупации наших территорий, отменив попытки в компоненте экспорта украинского зерна в разные страны мира. А ООН посчитала это 1 миллиард 700 тысяч населения планеты в 98 странах мира, которые прямо почувствовали агрессию России. И это тоже компонент безопасности в продовольствии. Крымский урок должен ясно дать понять, что попытки вести диалог с агрессором неэффективны, говорит первый заместитель министра иностранных дел Украины Эммина Джапарова. И потому Россию необходимо лишить контроля над Черным морем. По мнению эксперта Черноморского института стратегических исследований Андрея Клименко, для этого нужно после деоккупации Крыма создать международную военную базу сил сдерживания России, лишить Россию права иметь военный флот в Черном море и более пристально следить за соблюдением западных санкций. Страны Черноморского региона должны прямо сейчас создать военно-морские группы для защиты безопасности своих собственных газовых месторождений на морском шлейфе, для защиты морских перевозок, свободы судоходства. Уже назрел и перезрел вопрос о создании Черноморского командования НАТО. А если НАТО боится, о командовании международных сил по поддержанию мира и безопасности судоходства и международных сил реагирования на природные катастрофы. Первая Черноморская конференция по безопасности прошла в апреле 2023-го. В Бухаресте встретились более 200 экспертов, политических и государственных деятелей из разных стран, чтобы обсудить вызовы, возникшие перед государствами Черноморского региона из-за российской агрессии. Эта тема станет одной из ключевых и на третьем международном саммите Крымской платформы. Он состоится в Киеве 23 августа.